Какая прекрасная погода на улице, согласитесь. К сожалению, нас ждет сегодня работа в доме, потому что это хаус флиппер, и мы сегодня с вами будем переделывать очередной домик. И, кстати, да, сегодня у нас будет необычная переделка. Я думаю, что мы точно так же, как и в прошлой серии, будем разрушать стенки. Да, мне понравилось разрушать стенки, но согласитесь, это весело переделывать планировку. Но мы сегодня с вами попробуем построить дом в одном цвете. Я уже так бегом посмотрела, какие у нас есть разные цвета, и, к сожалению, вот чтобы прям все было в одном цвете, эта мебель относится либо к белому цвету, либо же, к сожалению, к черному. Потому что все остальное, по-моему, еще есть синий-голубой, но я пока не знаю. Сейчас вообще посмотрим, что у нас есть. Значит, у нас есть совсем маленькие домики, дом ценителя. Я думаю, что мы сегодня тоже возьмем какой-то не очень большой. Значит, у нас есть 32-36. Возьмем какой-нибудь вот из 70-метровых. Дом многих поколений с незваными гостями или же дом ценителя. Может быть, возьмем с незваными гостями? Так, недвижимость в отличном районе. Покупка, возможно, уже сейчас. Дом с 40-го годов нуждается в ремонте. О, да, я помню этот домик. Ну, хорошо, давайте прикупим. Какой ужас. Что-то мне уже стрёмно. Мне уже страшно это все смотреть. Значит, сначала мы здесь все поубираем. Значит, я хочу сегодня действительно попробовать все построить в одном цвете. Вот тупо использовать один цвет. Конечно, велик шанс, что у нас будет... Да, я знаю, ну, бери пылесос. Что, главное, ей я нажимаю, она не хочет брать пылесос. Зачем? Если же у нас, допустим, вот я говорю, будем все делать черного цвета, например, то есть шанс, что, как вы понимаете, например, кровать у нас не будет идеально черная. Может быть, будут какие-то вставленные элементы. Ничего страшного. Переживем, как говорится. Фу, таракашки, уходите. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. До свидания, здесь вам больше жить не нужно. Вот и уничтожил гнездо, тарака. Мне очень нравится, как они всегда сражаются. Ой-ой-ой-юшки. Удаляем все это, продаем. Не-не-не, ничего не оставлю. Ух ты, тут у нас были двойные двери. Ну, как были, так и про... Фу. Ужас-ужас-ужас-ужас-ужас. Я, слушайте, прикиньте, купить дом и попробовать его сразу же продать. Мне даже интересно, как бы отреагировали наши посетители. Ну, вот эти покупатели-посетители. Так, все это продаем. Я еще, конечно, еще раз посмотрю. Ой, ты жжжжжжжж. Что ж такое тут происходило? Значит, я еще раз, конечно, пробегусь по цветам. Но, к сожалению, то, что я вам уже много раз говорила, в Хаус Флиппере проблема с этими вещами. То есть, вот действительно было бы очень классно попробовать в одном цвете. Но один цвет, как вы понимаете, например, должно быть достаточно места для всех моих книг. Прости, Полка, до свидания, Полка. Значит, к сожалению, в Хаус Флиппере нельзя создавать свои цвета в комнате. Это, конечно, очень обидно, очень досадно, но да ладно. Так, продаем. Дверь я тоже продам. Но, блин, зачем вам такая дверь? Ой-ой-ой, ушки, на меня сразу же коробка упала. Фу, люди, кто здесь жил? Значит, давайте сразу же считать. У нас есть спальня, у нас есть комната, так, это тоже продаем. У нас есть эта комната, ага, у нас есть две спальни, грубо говоря. И у нас есть комната, получается, такая вот общая, которую, кстати... Знаете, самое смешное, что я даже не знаю, что тут расширять. Но, в принципе, можно расширить. Просто сделать, например... Ну, сейчас будем, конечно, смотреть. В принципе, спальня будет одна. Я не знаю, для кого мы делаем этот дом. Я, наверное, даже делаю это не для кого. Спасибо. Ладно, придется здесь батарейку прикупить. Это нам все не надо. Продать паутину, к сожалению. Фу, вы посмотрите, как тут грязно. Это ж какой-то ужас. Это ж прям какой-то кошмар. Так, тут тоже все... Вроде бы тараканов я не вижу. Поехали. Вот, уже получше. Конечно, черный дом, он будет смотреться жутковато. Хотя мне нравится черный цвет. Ничего против не имею. Поэтому, фу, вот это тоже продадим. Я не знаю, что там на лампе. Что там за лампой? Я даже заглядывать не хочу. Вы представляете, сколько там мошек, наверное? Вот эти все мошки. Обычно, если у вас такая вот достаточно большая лампа, такая вот, ну, не подвесная. Вы понимаете, я думаю, о чем идет речь. Так, все тут чисто. То там обычно столько трупиков, мошек. Я помню, когда-то в детстве видела в таких вот заведениях, где были такие вот лампы. Там столько этих мошек иногда накапливается. Прямо жесть какая-то. Не спрашивайте даже, где это я видела. Ой, наконец-то новое очкоумение. Итак, что мы можем? Быстрые ручки, уборка. На миникарте видны все. Давайте лучше уборку ускорим. Но не покажут нам ничего страшного. Вот, все супер-пупер. Здесь вроде как все на улице, по-моему, что-то грязное, да? Удивите меня, не? Да, на улице грязное. Так, тут тоже выбираем. Фу, подождите. Я думала, их здесь нет. Я, видимо, что-то как-то не до конца рассматриваю. Здесь очень грязно. Да ладно, блин, Америку открылось. Что здесь грязно? Удивительно, таракашки ползают. Я думала, блин, как в качестве питомцев вам оставить таракашек. Прикиньте, такое было бы. Там кто-то котиков заводит, тот собачек. А эти у нас заводят тараканов. Так, уничтожено достаточное количество тараканов. Вы уничтожили достаточное. Можно тебя продать таракан? Блин, не хочет. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Да нет, ты... Я нажимаю главное В. А, ему плевать, что я нажимаю В. Так, собираем. Уничтожено достаточное количество тараканов. Фу, сколько тут грязи. Почему беспорядок не убран? Я не за это заплатила. А представляете, это знаете, как ток-шоу такое. Они сидят где-то за стеклом. Хотя нет, тут скорее просто камеры понатыкивали. И смотрят, как мы убираем. Вот же ж люди-то. Где вы такие все беретесь? Вот, можно будет... Слушайте, ребята, тут окна чистые. Да ладно? Я прям счастливый человек. Мне с чистыми окнами все выдали. Ох, дверь, до свидания. Была дверь, нет, двери. Я вот думаю, может быть, мы с вами, знаете, что сделаем? Мы, наверное, вот эту комнату тоже, скорее всего, отдадим под какую-нибудь спальню. Вот тут можно будет вот так вот, типа детской. Вот это разрушим. Я бы хотела увеличить ванную комнату. Мне не очень нравится. Она очень маленькая, на мой взгляд. Художественный беспорядок. Могу тебя так оставить, чувак? Художественный, согласна. Очень художественный. От слова худо, наверное. Так, это тоже убираем. Это все убираем. Все вроде нет. А где? Скажите мне, где? Наверху, внизу? Не? Ну вот же ж тут где-то же, 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 же. Знаете, что такое глюк? Вот здесь есть мусор. И мы с вами видим его на мини-экране. И мы с вами его тут не видим. Но если мы проходим вот так, он появляется прекрасно. Магия вне Хогвартса. Продавайся отсюда. Продулойся. Вот, мы все убрали. Значит, давайте смотреть. Вот эту часть у нас надо будет нам с вами расширить ванную. Я причем, знаете, как сделаю? Я, наверное, сейчас продам батарею. До свидания, батарея. Я это все вообще продаю. Мы сейчас, наверное, вот здесь. Я вот сейчас посмотрю, подумаю. Вот тут, наверное, поставим с вами ванную. Тебя я тоже продам. Прости, пожалуйста. Не обижайся. И тебя, выключатель, ты мне тоже не нравишься. Значит, здесь у них будет, здесь у них будет вот такая вот кухня-столовая. Причем я хочу здесь поставить, может быть, какую-то симпатичную стенку. Вот здесь можно гостиную, может быть. Хотя нет, здесь, наверное, будет кухня. Здесь, наверное, будет типа гостиной. То есть тут такой, знаете, заходите и как раз вот гостиная. Вообще, я бы хотела продать, кстати, окно. Мне говорили ребята, что окна можно продавать. Ну, не знаю, я их только открывать умею. Может, у меня какой-то не тот хаос-флиппер или что-то такое. Значит, что я хочу сначала сделать? Я хочу сначала здесь разместить черную какую-то плитку. Хотя, скорее всего, я не знаю, доберемся мы до черного. Будет ли у нас черное или все-таки все белое. Значит, настенная плитка. Есть ли у нас черная? У нас есть темно-зеленая. У нас есть фиолетовая. У нас есть вот такая вот керамическая черная. Мне она не очень нравится. Но по цвету она такая, ну, даже не черная, а скорее серая. Блин, а у нас тут... Нет, в принципе, черная. Мы с вами сделаем, наверное, сейчас самый жуткий дом. Такой вот темный для каких-то готов. Или еще для кого-то. С одной стороны, оно прикольно. Типа, поэкспериментируем. А если вам понравится, ребят, напишите, в каком бы цвете вы бы хотели дом. Но учтите. Я в каждой серии хаос-флиппера вам показывала, какие у нас есть варианты. То есть, в принципе, ограничения тут достаточно серьезные в плане цвета. Но у нас очень много белых. Ну, как вы знаете, у нас есть все белое. У нас есть все цвета стенок. Но, например, вот, допустим, мебели у нас... Ну, все-таки в этом есть проблемка. Мы сейчас с вами сделаем такой вот черный, ну, может быть, темно-серый дом. То есть, вы же понимаете, тут могут быть с этим проблемы. Значит, давай вот сюда разместим. Вообще, кстати, мне нравится. Слушайте, такой вот... Правда, я бы, наверное, на пол такую плитку положила. Она как-то странно немножко смотрится. Но с другой стороны... Так, давай сюда. Ну, вот это пойдет у нас сюда. Я хотела расширить, как вы помните. Поэтому мы берем, наверное, раз и, наверное, даже два. Я думаю, мы вот здесь даже стенку проведем. И я думаю, что смотреться будет неплохо. Надеюсь, нам, по крайней мере, места хватит. Так, давай вот здесь. Я хочу сделать, как в прошлый раз. Мы с вами попробуем добавить... Так, сохранение у нас проходит. Это хорошо, кстати. Главное, что в этом самом хаос-флипере проходят сохранки. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, как и в прошлой серии, использовать еще и краску. Ну, во-первых, она смотрится достаточно интересно. Во-вторых, мы с вами нафантазировали, что краска здесь типа водостойкая. Типа, как бы, она не влияет очень сильно, на нее влага не влияет. А это, кстати, достаточно важный параметр. Я вам сразу хочу сказать, что влага, если она очень сильно будет, ну, то есть, в таких вот местах... Так, подождите. Как ванная. Ну, смотрите, здесь у нас... Давайте я посмотрю сейчас. Хватит нам для кухни? Ну, надеюсь... А, подождите. Наверное, мы сначала все-таки сейчас разместим красочку, возьмем. Так, краска, краска, краска. Стены, стены. Краска. Ребята, у нас все будет черное. Мне страшно. Подожди. А, это аллы... Слушайте, я смотрю, у меня отражается аллы краски. Красный, я думаю, в смысле аллы красной. Давайте две баночки купим. А нам, наверное, нужно будет больше, потому что... Ой, тихо, тихо, подоконник красить не надо, алло. Ну, давай, крась. Подожди, я же набрала краску. Ааа, тут как бы этот самый гипс, она ходит прямо сюда. А я думала, он только под окном. Ладно, фиг с тобой. Нам, кстати, наверное, понадобится много гипса, потому что... Вы же видите, у нас тут... Ну и чё? Я же использовала, алло. Ааа, точно, не использовала. Ну, не поменяла, ну, подумаешь, бывает. Ит-стать. Вообще мастер, вообще мастер-фломастер. Всё, поехали. Хорошо, что мы теперь достаточно... Как темно, вы посмотрите, какое всё будет тёмное. Нет, я люблю тёмный цвет, но, блин... Я, наверное, его больше просто в одежде люблю. Но не в таком вот варианте. Хорошо, здесь... Чёрный чёрный... Я сразу вспоминаю детские страшилки. Не знаю, как у вас. У нас в детстве были страшилки, там что-то в чёрной-чёрной комнате. Сидела чёрная-чёрная женщина, и у неё была чёрная рука. Что-то такое, я помню, какие-то руки, ноги были. Хорошо, смотрите. В принципе, у нас вот так вот уже есть. Я просто сейчас хочу добавить здесь ванную. Причём ванную я поставлю, но надо так её разместить, чтобы людям было удобно ходить. Поэтому, скорее всего, мы её можем вот сюда. Здесь, например, унитаз, здесь, кстати, раковина, и вообще всё будет чики-пики. Давайте смотреть. Где у нас ванная комната? Ну, вот чёрная, видите? Всё, что у нас есть, вот такая вот, например, чёрная. Чёрная. А вот тут она не чёрная. Поэтому мы переходим, наверное, к вот этой. Ты чёрная? Ну, вот, видите? То есть у нас как бы она чёрная, но она как бы чёрная и не чёрная. Мне ещё вот эта нравится. Давай я смотреть. Серая. Ну, давайте вот эту возьмём, но я хочу... А чё с размер... А, с размером как бы всё окей. Слушайте, а размер-то у неё действительно не очень или большой? А то она какая-то прям гигантская. Значит, нам что нужно? Ванная комната, нам нужны установки. Сантехническая душа для ванны. Вот здесь, да, нам можно... А давайте, кстати, вот тут в уголочке. Или... Подождите-ка. Или, может быть, слушай, а ты... Можно вот здесь, кстати? То, что я и хотела, да? Смотрите, там заходит. Всё, давайте здесь ставить. Откручиваем. Я, правда, не знаю, какая здесь ванна станет. Но надеюсь, вот эти, которые нам понравились, они как раз всегда впишутся. Я не уверена, что вот это впишется, ребята. Или впишется... Вроде становилось. А ну, подожди. Подожди, только что был зелёненький. Ты ж только что был зелёный, алё. Блин, да ладно. Я ж только что видела, вроде бы ты был зелёный. А, она только так очень становилась... Во! Ну, это дичь. Они здесь даже пройти не смогут. Не, ребят, надо брать поменьше. Хорошо, давай посмотрим вот эту жёлтую, которая не жёлтая на самом деле. Блин, что-то я, наверное, либо я не понимаю, но тут какие-то ванны просто гигантские. Они прямо очень большие. Ну, тогда хорошо. У нас был ещё последний вариант. Вот этот. Нет, может, наверное, и этот не подойдёт. Тогда будем менять местами. Нет, какой-то не тот цвет. Здесь оно не хочет становиться. Вот так. Ну, давайте попробуем вот так. Ну, в общем, как-то так. В принципе, здесь пройти можно. Такой тейтс-тейтс. Ну, немножко бочком-бочком. Но, поэтому мне пришлось, как видите, немножко расшириться. Значит, смотрите. Здесь у нас будет вот так, наверное, идти. Угу, супер. И тогда нам с вами нужно вот это всё поубирать. Переставляем. Это тоже сюда. Представляете, мы комнату делаем под ванную. То есть мы не ванную, а под комнату подбираем. Или ещё что-нибудь. Мы, получается, комнату делаем под ванную. Это какой-то сюрреализм, как говорится. Эм, наверное, мы... Не наверное, наверное. А может быть... Потому что так оно пройдёт. Тут просто можно было бы какую-нибудь сейчас финтифлюшку прикольную сделать. Как вы думаете, кухня нормально вроде бы становится? Что можем сделать? Построенная стена уже покрашенная. Строительство на 125. Строить 5 стен? Эм... Уже покрашено. Ну, не знаю. Давайте, может быть, строительство быстрее. Мне бы так было бы удобнее. Слушай, а ты... А что-то... Что-то я не вижу, чтобы у нас было 5 этих стен. Слишком мало места, чтобы поставить стенку. Ладно, мне и так удобно. Мы можем сейчас... Понимаете, здесь не очень красиво получается. Поэтому мы, скорее всего... Ооо, а я придумала, что мы сейчас с вами сделаем. Мы сейчас здесь делаем проход. Точнее, не проход. Сейчас, сейчас всё Даша объяснит. У Даши, как обычно, пошёл поток мысли. Мы сейчас там сделаем встроенный холодильник. Ну, в смысле, нишу под холодильник. Так, декор электроника. Нам нужна чёрный, чёрный. Хочу большой холодильник. Очень большой холодильник. Я человек нежадный. Могу им сделать чёрный, да? А это какой? Коричневый. Чёрный. И это тёмный. Вот, смотрите. Тёмный, встроенный. Вот то, что я вам, в принципе, и говорила. Вот. И чё? А чё, он не влазит там, что ли? Ага. Тут у нас достаточно выпирающий. И чё? Чё такое? Чё не становишься? Тебе же вроде никто и ничто не мешает. Вот. Оп. А ещё чуть-чуть. А ещё чуть-чуть. Не, не хочет. Оп. Смотрите. Здесь у нас, получается, будет холодильник. Ну, прям, прям красота. Здесь мы ставим с вами ещё. Вот сюда. Слушайте, как неплохо у нас, по-моему, получается. Мы с вами просто молодцы. А потом мне уже, ребят, писали. Попробуйте построить эти все домики в Sims 4. Блин. Ну, зачем здесь это? Ну, вот зачем ты тут торчишь? Вот. А ты? Слушайте, это мне так это нравится. Ну, всё. Все отверстия в стенах заделаны, поэтому давайте отправляться в ванну. Блин, ну, тут, конечно, не очень удобно. Но я думаю, они быстро привыкнут. Мы же с вами понимаем, что тут каких-то проблем у нас не будет. Так, укладываем плит. Подождите, у нас здесь красочка. Почему мне никто не сказал, что у нас здесь краска? Почему никто мне об этом не сказал? Вот здесь, кстати, можно разместить, например, вот тут можно поставить полочку, например, вместе с ракамины. А, вот тут можно поставить унитаз. А тут у нас, блин, я думала, это что такое? А, у нас тут переключатель. Ну, прибранный домик. Прибранный домик, я молодец. Да, я знаю, что прибранный домик. Спасибо всем, до свидания. Теперь нам нужно плиточку на пол. Давайте смотреть, что у нас есть на пол. Чи-чи-чёрное. Оказывается, это она и была. Ну и ладно, ну и фиг с тобой, хорошо. Ну, смотрите, вот здесь я сейчас предлагаю, блин, я, наверное, сейчас это всё продам. Я знаю, что, скорее всего, мы будем ещё покупать, но просто туда-сюда таскать мне неудобно. Теперь нам с вами нужна установка для кондиционера, для ванны, для туалета. Умывальник. Вот, прекрасно. Кстати, мы могли бы здесь умывальник. Я думаю, блин, туда-туда. Давайте, наверное, вот здесь умывальник. А стиральная машина? Ну, наверное, надо стиралка. Ну, чё мы с вами не жадные. Давай поставим вот где-нибудь... Вот здесь, например. А вот уточки у нас будет унитаз. И всё, и у нас будет просто всё шикарно. Сушилку, скорее всего, я им не добавлю. Я жадный человек, поэтому будут без сушилки. Смотрите, вот здесь у нас где-то... Алё, унитаз. Где ты будешь стоять? Раз, раз, а вот и место для унитаза. Прекрасно. К сожалению, то, что я вам уже рассказывала не раз, а раз-раз. У нас нет чёрного унитаза. У нас есть только вот такой с чёрной крышкой. Поэтому, к сожалению, придётся терпеть вот такой вот унитазец. Всё. Ну, знаете, с другой стороны, мне нравится сочетание чёрного и белого. Смотрится, в принципе, красиво. Значит, ванная комната. Давайте что-нибудь. Раз у нас всё такое какое-то хай-тековое, то давайте... Блин, мне вот этот вариант нравится. Но... Но-но-но, оно там не станет. Не-а. Я вам говорю, оно там не станет. У меня уже даже голос, по-моему, успел сесть. Прекрасно. Это мы с вами так переживаем из-за хаос флиппера, что... Что-что. Так. Это не чёрная-чёрная древесина. В принципе, можем что-то такое взять. Это типа чёрный, да? Ну, ладно. Можешь купить и установить здесь раковину. Серьёзно? А я что, по-вашему, пытаюсь сделать? Слушайте, а... А как она у нас? Только что был зелёный. Ну, давай, может быть, я пузом своим закрываю. Алё. Там только что я видела... Вот, ребят. А как оно так? Вы видите, что оно прощёлкивает типа зелёный? Но оно не хочет ставить. А! Ну, понятное дело. Надо же открутить! Надо же открутить для того, чтобы установить! А чё? Ну, нет. Ну, оно маленькое какое-то. Не, ребят. Давайте попробуем всё-таки побольше какую-нибудь... Ты у нас чёрным есть? Да. Чёрный? Да. Вот такую я бы поставила. Мне кажется, она как-то посимпатичнее выглядит. Всё, супер. Устанавливаем. Такс. Прекрасно, прекрасно. Вот если бы можно было здесь, как в 73, менять цвета... Я вам говорю, этой игре в цене не было. Я бы, наверное, сидела только в неё и играла. Ну, вот из-за того, что у нас их так мало... Хотя, наверное, кто-то скажет, да что ты жалуешься? Нормально тут цветов. Нет, в принципе, нормально, но... Но иногда же полезно пожаловаться. Хоть кому-то же можно пожаловаться. Вот я вам жалуюсь. Ладно, шутка. Так, всё, открываем. А то они приедут, а тут краны закрыты. Вот, смотрите. Смотрите, как тут стильно. К сожалению, наша стиральная машинка... Ну, вы и сами понимаете, какая белая. Ну, как-то так у нас получается. Смотрите, тут как бы серо-чёрная такая вот крышка. Поэтому я думаю, что... В принципе, будем говорить, что это чёрный цвет. Вы что, сомневались? Это чёрный. Это всё чёрный цвет. Ничего не знаю. До свидания. Давайте денег, я ухожу. Чёрная древесина. Вот, мы можем вот такое вот симпатичное зе-зе... Блин, оно не симметричное. А его крутить нельзя. Ха-ха-ха. Так, гарден... Мы пока ещё гарденом с вами не занимались. Говорят, что гарден флиппер ещё интереснее. Вы представляете? Если гарден флиппер ещё интереснее, то я думаю, что мы с вами в нём тоже засядем надолго. Ага. Слушайте, у меня ощущение, что оно всё не симметричное. Может быть, конечно, и симметричное, но... Но мне кажется, что не симметричное. Я бы вот такой вот с лампочкой стар... А, старомодная. Не. У нас тут всё такое стильное, модное, молодёжное. Давайте такой вариант возьмём. Может быть, даже... Вот. Вот это мне нравится. Чуть-чуть... Чуть-чуть... Ээ... А, всё. Работает. А то я что-то смотрю. Не, криво, ребят. Ну чё, что такое? Либо у меня глазомер уже под конец как-то дня садится, кстати. Что нам ещё можно здесь добавить? У нас есть подвесные шкафчики. И мы можем как раз... Например... Подождите. Мы можем с вами как раз использовать, например, вот такой вот шкафчик. Чёрное дерево. Смотрите. Мы его можем вот здесь рядышком... Па-па-па-па-па-ра-па-повесить. Мы взяли один, да? Давай ещё один. Эм... Спасибо большое. Тогда нам придётся его как... А как нам повесить-то? Вот здесь. И можно тебя... Можно рядышком? Нет, неправильно. Так, руку давай. Чуть-чуть выше, правильно? А ближе нельзя. Ну, с другой стороны, смотрите. У нас здесь полочка, на которой... Можно хранить какие-то свои вещи. И это здорово. Как обычно, мы с вами переходим к растениям. Да, наши, как обычно, помешаны на растениях. И этого... Этим никого не удивить. Блин, опять белая. Да ладно, вы чё, шутите? Ну, поставим белое, ребята. Чё нам делать-то с вами? Тут как бы уже выбора нет. По-моему, у нас, кстати, нет для туалетной бумаги держателя чёрного. Или где-то был. Давайте смотреть. Вот он. Да, есть всё-таки. Ну, типа держатель. У нас, кстати, ещё можно корзину здесь поставить. Где-то, по-моему, была корзинка. К-к-к. Корзина. Во! Чёрная корзина. В чёрном-чёрном доме стояла чёрная корзина. Вот, прекрасно. Оп! Всё, супер. И теперь мне ещё нужно точно такая же полочка. Предлагаю взять ещё одну полку и поставить её... Вот наша чёрная. Вот здесь повесить. То есть, например, вы можете... Причём я бы две. Давайте сразу две возьмём. Здесь, например, шампуньки, шмампуньки держать. Вот, смотрите. Ну, мне уже нравится. Значит, нам нужна чёрная-чёрная дверь. Окна у нас, к сожалению, будут белые-белые-белые. Ну, ну, да ладно. Это вообще какое? Чё? Э-э-эбеновые? Ну, хорошо. Пусть будут э-эбеновые. Так. Выходим. Слушайте, думаете, станет? Или оно, как обычно, будет меня напрягать своей кривостью? А куда у нас смотрит? Так, ну, давай вот так же ручку. Угу, угу, угу. Давайте вот так расставлять, кстати. Очень классная идея расставлять вот так именно двери. То есть вы как бы видите их сквозь стенку, и вы можете примерно так прикинуть, как они должны стоять. Я мастер объяснений, но я думаю, что вы всё поняли. Так, где у нас тут вход? Вот так вот у нас должен быть вход. Так, смотрим. Вот, стенка уже позади. И чего? Чё-то не хочет становиться. Вот так вот. Вот тут, в принципе, вот так можно даже разместить всё. Смотрите, уже симпатично. Здесь всё чёрное. А тут, кстати, как? Вот, и тут всё окей. У нас, кстати, вот, по-моему, ещё одна дырка. Так, меняем. Ну. Вот это надо заделать, да? Отлично. Он тут даже не это самое, не протягивал руку ничего. А плевать. Как-нибудь, да я сейчас всё сделаю. Значит, я хочу здесь у нас разместить ещё одна. Стены отремонтированы, ваш капитан, очевидность. Ну, придётся нам... Подождите, а давайте здесь стеклянную дверь. Мы можем же здесь... Ну, она, конечно, не чёрная, но мы с вами будем считать, что чёрная. Вот, смотрите, типа, выход на задний дворик. Оно, конечно, смотрится странно, но пусть будет вот такая вот стеклянная дверца. Значит, здесь я, наверное, размещу, во-первых... Я не очень хочу здесь размещать двери, но оно как-то странно. Значит, я хочу здесь. Вот, наверное, вот как-то вот отсюда пойти сюда-сюда. Давайте попробуем как-то расставить стенки. Ну что, в принципе, я все стенки расставил. Я решила здесь вот такую вот комнату сделать. Я думаю, что это будет что-то типа комнаты для подростка. Здесь будет кровать, здесь будет такой вот уголок для учёбы. Тут, скорее всего, у нас будет шкафчик. Ну, как-то так. Так, мне иногда хочется поэкспериментировать. Я уже много раз вам говорила. Итак, давайте-ка перейдём к стеночкам. И мне нужна настенная плитка или панель. Вот, давайте смотреть. Но у нас чёрной панели нет. К сожалению, у нас нет чёрных панелей, поэтому придётся опять взять вот эту чёрную. Чёрную-чёрную плитку. Я как минимум её хочу положить там, где наш холодильник. Вот здесь. То есть я его вот в такую вот нишу разместила. И мне кажется, что вполне себе удобно. Вполне себе нормально. Так, здесь мы делаем вот так. Вот тут я бы постаралась, конечно, добавить, может быть, какой-то небольшой островок кухонный. Но не знаю, впишется он тут или нет. Ну, в смысле, поместится. Значит, у нас, конечно, есть один вопрос по поводу... Так, мне плитка нужна. Один вопрос по поводу того, где разместить гостиную. Потому что как таковой гостиной у нас, как обычно, всё совмещено. Это классика жанра. Я предлагаю сразу несколько купить. Давайте четыре, наверное. И вот здесь, к подростку, у нас... Я хочу, чтобы в доме было... Никаких картоподождей, да, со своими картинами. Ну, вот пристали, понимаете, и всё. Мне нужны картины. Не хочу я без картин. Мне нужно много картин. Блин, жалко, у нас как-то с покраской больше нет прокачки. Слушайте, блин, я, по-моему, сейчас потеряю. Где у нас что находится? Я уже не вижу, где холодильник. Он поусылился в одно целое с краской, и всё. Значит, нам придётся сейчас хоть какую-то я хочу использовать комбинацию из цветов. Потому что, ну, то есть я имею в виду даже не из цветов, а из вот этой вот стенки. Потому что если всё-всё-всё сделать чёрным, то это будет как-то, ну, прям очень грустно, как говорится. Но, опять, вы видите, как у нас визуально уменьшается размер нашего помещения. То есть как у нас уменьшается сразу же размер комнат из-за чёрного цвета. Ну, то есть как бы я абсолютно нормально отношусь к этому цвету. Но его в идеале надо использовать, наверное, в каких-то больших помещениях. Такс, отлично. Здесь у нас тоже надо прэ... Вот. А прикиньте, если бы мы ещё потолок чёрным бы сделали. Это вообще был бы какой-то кошмар. Такс, тут всё окей. Так, дамочка моя. Кстати, да, мы с вами же сейчас за женщину играем. Дамочка моя должна тут всё сделать. Вообще, в идеале, мы бы продали... Я бы продала вот это вот окно, оно мне нафиг здесь не упало. Поставила бы здесь, повесила даже. Какой-нибудь классный телевизор, и вообще было бы супер. Тут, кстати, по-моему, я не помню точно, но... По-моему, здесь нет барных стоек. И это, конечно, very big problem. Problem, problem, супер big problem. Так, закрашиваем всё. Представляете, если бы у нас не было вот этой плитки. Всё, пришлось бы в один чёрный тупо цвет красить. Такс, готово. Вот тут тоже ещё... Спасибо. Только, я говорю, прокрасим. Блин, ребят, ничего страшного в этом доме находиться. Надо как можно скорее тут какие-то светильники повесить. Потому что она жутковато выглядит. Я, кстати, обратила внимание, я тут пока ходила, строила, размещала стенки. Под некоторыми углами грязь была не видна. А потом где-то вдруг вылазит паутинка. Или ещё какая-то хрень. И она, конечно, смотрится так себе. Значит, что мне ещё нужно? Мне нужен пол. Пол, плитка, ковры, вот, панели. Чёрный? А, тёмный махагон. Ну, тёмный, ну и фиг с тобой, будешь тёмным. Это не то же самое, что у нас сейчас на полуне. Но, судя по тому, что деньги тратятся, то не. Да, чуть-чуть темнее на полтона. Но деньги с меня скачали. Спасибо. Ну-ка, давай выйдем сюда. Ну-ка, давай выйдем, поговорим. Чёрный махагон. Ой, блин, нифига, ребят, не видно. Нифига гашеньки. Так-с. Наконец-то наступил рассвет, друзья. Потому что мне было здесь просто страшно. Вы не представляете, тут так темно. Вообще ничего не видишь. Давайте я вам покажу, что у меня в итоге получилось. Значит, здесь у нас такая вот стеночка. Здесь будет, как я уже сказала, наверное, рабочая комната. Ну, не комната, а рабочая часть. Здесь у нас будет спальня. Давайте, наверное, сразу же сделаем эту детскую спальню. Так-с, мне нужна мебель, мне нужна кровать. Какую бы нам кроватку с вами выбрать? Может быть, что-нибудь такое? У нас есть что-то чёрное? Чёрное. Ну вот, смотрите, то, что я вам, в принципе, говорила. Вот можно взять вот такую вот кровать. Девочки или мальчику. Я не знаю, кто у нас тут будет любитель чёрного цвета. Удобная большая кровать нас бы порадовала. Блин, может быть, мы можем с вами шторы и жалюзи... Ага, вот видите, двери и окна. Но окон-то тут нет. Гардеробная дверь? Слушайте, а я не помню гардеробные двери. Чёрная. А как мы её можем разместить? А, это чисто... Чисто как? Это у нас чисто декоративно? Нет. Если мы с вами делаем... Ну вот, например. Мы можем с вами примерно подобрать. И здесь бы у нас могла бы быть такая вот гардеробная дверца. Может быть, типа имитации гардероба. Я не знаю. Кстати, очень жалко, что здесь нельзя выбирать по цветам, как Sims. То есть, допустим, вот я себе выбираю чёрный. Чёрный... Ага, вот это не чёрный. Тёмная вишня. Слушайте, а чё у нас? Чёрного нет? Блин, нет. Это мне не нужен тогда. У нас должен быть чёрный цвет. А вот это чёрным... Ну, будем, наверное, считать, что-то типа чёрный. Типа какой-то такой вот слишком тёмный чёрный. Вот так вот нормально? Вот. Ну, в принципе, оно, видите, такое вот тёмное даже скорее. Тут чисто чёрное крайне редко встречается. И то, если они встречаются, то, скорее всего, они будут вот именно вот такие вот тёмно-вишнёвые. Или ещё какие-то лампы. Лампы потолочные. Что-нибудь... Наверное, что-то такое. Но, блин, оно нам не подходит по цвету. А тут есть чёрное? У-у-у-у. Можно поставить чёрную-чёрную вдову. Нет. Нет, нам не надо. А, блин, опять. Я уже думала, что... Вот. Тёмно... Ну, почему это тёмно-серый? Объясните мне, пожалуйста. Можно было не тёмно-серый. Слушайте, такое ощущение, что мы реально какую-то комнату для Гота делаем. Значит, здесь я тоже хочу что-нибудь повесить. Наверное, мы возьмём двери и окна. Двери и окна. Может быть, вот эти нет. Римские слепые с выразительными цветами. Блин, как мне нравится такой цвет. Но нет. Но нет, мы тебя не используем. Тут чёрный есть. Тёмный, тёмно-коричневый, алый, тёмно-серый, чёрный. Вот, ребята. Я не знаю, что мы с вами делаем. Почему у нас такой вот сегодня прям... Какой-то такой вот гатишный настрой. Но вообще смотрится неплохо. Вообще оно так себе выглядит. Ну, так вот. Немножко пугающе, конечно. Но, с другой стороны, всякие же люди бывают. Да я знаю, что можно открыть окно. Да закрой ты это окно, не издевайся надо мной. Вот, давайте установим. Так-с. Ладно, я могу представить ребёнка с чёрной мебелью. Ну, мы знаем, что бывают такие ребята, кто любит всё чёрное, но вот родители. Мне даже было бы интересно посмотреть на поко... Мне вообще интересно, за сколько этот дом купят. Так что, ребят, вам, как обычно, задание. Напишите ваши предположения. Как вы думаете, почём... Почём о чём... Короче, в какую сумму оценит наш домик. Потому что у меня даже каких-то предположений нет. Вот вообще не знаю. Так, что у нас по поводу... Ой, начинается геморрой. Вот. Классный, стильный, но мне не подходи. Ву, блин. Он тоже дуб. Он тоже не чёрный. Или чёрный, серый. Блин, да что ж такое? Ну, зачем? За что? Почему? Мне очень нравится подобное... Махагон. Ну, ладно, придётся махагон тогда использовать. Ножки тёмные. Это тёмный называется? Тёмный, светлый? Ладно. Я часто видела... Не, ребят, не нравится мне. Ну, как он мне нравится? Короче, в Инстаграме я очень часто вижу подобные... Вот, столики. Блин, опять махагон. Тёмный орех. Не, столешница не та. А здесь у нас есть чёрный? Махагон опять. Я очень часто в Инсте видела подобные... Опять подобные махагоны. Очень классно смотрятся вот эти столики. Но, блин, они ж... А вот тут, подожди. Венги. Махагон. Вот венги нам, наверное, ближе, да? Мы же там использовали венги. Просто вот такой какой-то я ставить тёмная сталь. Да, не, ну это офис. Это конкретно офис. Это очень тёмный. Наверное, нам нужно выбрать всё-таки что-то типа махагона. Тёмный орех. Серый кедр. Может, серый тогда? Ну, давай посмотрим. Он здесь вообще впишется? Да? Да ладно? Слушайте, ну давай тогда такой вот серый поставим. А чё нет? Нет, сон и учёба очень важны. Хорошо. Я за вас рада, что сон и учёба очень важны. Есть чёрные? Нет, спасибо. Ну, зачем нам чёрный цвет? Мы можем без чёрных... Есть. Без чёрных стульев тоже нормально. Я предлагаю им какой-нибудь базовый такой вот компьютер поставить. Так, что у нас тут есть? Бытовые, бытовые электроприборы. Это что? Монитор HD. HD 3000 монитор. Нифига себе. Я вот иногда поражаюсь. Какой здесь вообще размер... Так, вот так давай поставим тебя. Ну, посмотрите, он же гигантский, этот монитор. Может быть, давайте чё-то поменьше же сместим. Они просто гипергигантские по сравнению даже с нашим... Так, а это чё такое? Ну, вот за 200 давайте возьмём. Спасибо, а это какой-то маленький. Вот тут что ли? Ну и вот здесь разместим. Не знаю, правда, будет ли удобно, с шею можно будет себе свернуть. Ну да ладно. Нам нужно что, ещё звуковая колонка? Давай вот здесь как-нибудь вот сюда тебя и развернём. Вот здесь будет звуковая колоночка стоять. В одном ухе будет у него играть звуковая колонка. Белая мышка. К сожалению, мышки только белые. Прости, чувак, закончились. Только закончились. Пришла в магазин тебе мышку покупать. Все чёрные закончились. Надеюсь, у нас деньги не сдерут за то, что она не чёрная. Значит, что у нас? Консоль. Брюще возьмём? Или такое? Давайте брюще. Мне просто больше названия нравятся. Брюще. Ты будешь здесь стоять. Отлично. Битовая электроника. Где клави... А, вот. Я уже хотела бомбить, спросить, где? Где же наши клавиатуры? А они вот здесь у нас находятся. Что нам с вами ещё может понадобиться? А, собственно, сам компьютер, да? За 900 давайте. Он же чёрный. Какой-то он, правда, очень маленький. Но какой-то безумно маленький компьютер. Подожди. Не туда разместили, да? Ну да, в принципе, как обычно. Очень маленький блок. Это что за блок такой? Ладно, на улице прохладно. Что нам с вами ещё нужно? Это нам всё не нужно. Роутер. Ну, наверное, нужно. А то не сможет юнец, малец. Я не знаю, правда, кто здесь будет работать. Ребёнок или, может быть, родители. Вспомните, как в Sims 4 родители всегда припираются перед детьми и садятся играть за компьютером. Вот это есть у нас синий. Синий, синий, синий. Нафиг ты мне нужен. Ну, давай я тебя здесь поставлю. Раз ты у нас несчастное растение без права выбора цвета, то будешь здесь стоять. Нам что ещё нужно? Нам нужно повесить какую-то чёрно-белую картину. Ну, окей. Окей, будем вешать не чёрно-белые картины. Будем стараться вешать картины с преобладанием чёрного. Как вы думаете, ребёнку вообще понравится эта картина? Неплохая картинка. Можно как-то так было сказать. Шкафчики. Шкафчики. Давайте опять подвесные. Мне, кстати... Блин, мне вот эти нравятся. Но они гаражные. А вот есть чёрные. А ты тут станешь... Слушайте, а можно же как-то... А давайте вот так. А давайте вот так поставим. Типа, отгородилась и спряталась. И никого не вижу, никого не слышу. Как думаете, вот так, да? Ну, тут типа как-то протиснуться. Можно. Ой, живот в тени. Живот втянуло. Не могу пройти Печалька А я думала сможет Хотя смотрите, мы сейчас можем этот блок переставить Чисто в теорию, он туда впендюхнится Так, Блачинский, будешь тут стоять? Будешь, тебя никто не спрашивал А тебя мы поставим Че, не вписывай? Да ладно, блин Че, не хватает? Не хватает, ребят Не хватает Ну, с другой стороны, можем Слушайте, а может стол можно как-то чуть-чуточку Блин, я боюсь, что сейчас Дернется и все Так, стоять Вот сюда можно еще? Ай, нельзя, ладно Ладно Стол, ты меня будешь бесить Ну, точнее, не стол, а вот эта вот полочка Ну, я тебя все равно оставлю, ты мне все равно нравишься Но ты меня бесишь Вот раздражает, согласитесь, ребят Так, вот здесь, вот так вот Ну, стульчик Ну, почему нельзя было вплотную? Хорошо, не хочет вплотную, ну и фиг с тобой Давайте перейдем в мебель, шкафы Шкафчики Такой вот черненький Опять этот венги Ай, не нравится мне это все Не нравится, не нравится Ребят, это еще больше геморрой, когда ты выбираешь что-то по цветам Это гораздо проще, когда ты просто что-то строишь А тут, когда тебе цвет один Ну, в принципе, он, конечно, черный Но не совсем Не, ребят, это не черный Я бы вообще какой-то большой бы шкаф разместила, раз у нас тут девочка Не, это не то Раз она у нас тут девчонка Девчонку мы здесь поселили, то У нее должен быть большой гардеробный шкаф, нет? Офисный стеллаж Могу и офисный стеллаж бахнуть Мне же не жалко Может что-то Наверное, мы сейчас вернемся к вот этому Потому что он такой достаточно стильный Минималистичный Так, а тебе как? Как тебе? Не? Окошко мешает? А что окошко-то мешает? Ох, окошко, окошко Подожди, не мешает Оп А ну еще Не? Еще Давай еще шкаф Блин Опа Опля Здесь теперь мы можем поставить какой-нибудь пуфик Кресло А где мои любимые такие вот кресла-неваляшки? Тут нет кресла-неваляшки, ребят Подождите, оно же было здесь Ну это не кресло-неваляшки Такие вот мешки У меня такой мешок есть Кстати, классная штука Ладно Темно-серый Пойдется тебя разместить здесь Оп Ну вот тут в уголочке стоит вот такой вот этот самый Предлагаю еще картины Кто-то писал в комментариях, да, что ты так картины любишь Да я вообще обалдею от картин Вы что, не знали? Картины это наше все Вот, например, такое дерево Спасибо Размер этого дерева Мне кажется, мне очки придется Уууу, нифига себе Плакат Рычания двигателя Неплохая картинка Чтоб ты была живо-здорова Картинка Нет, мне на букву С сейчас ничего не нужно Давайте еще вот такую картинку повесим Типа разнообразие, я-то вам говорю Тут точно пацан будет жить Скорее всего, хотя девчонки тоже таким вот могут Интересоваться, поэтому Тут может жить кто угодно, когда угодно Блин, вот этот белый с мятой Мята, ты такая мята. Предлагаю здесь, может быть, телик повесить. А чё, нет, сидит себе, смотрит телевизор. Мне кажется, было бы прикольно. Электроника. У меня был подвесной телевизор. Я точно, точно подвесной. Я же вам говорила. Ну вот здесь можно подвесной телевизор. Здесь, например, какую-нибудь ту-ту-тумбочку. У нас тут где-то есть столы? Нет, столы. Простой стол. Ну просто стол. Это чё? Это ночной столик. Ты, боюсь, будешь не ночным столиком. Тёмный орех, чёрная древесина. Вот мы тебе сейчас... А где? А вот пипочка. Ну вот тут можно поставить этот столик. Не знаю, зачем он здесь стоит. Он меня раздражает, что он не по центру. Ну вот. Я не знаю, зачем он здесь. Не спрашивайте, ребят. Это просто так. И здесь мы можем тоже какую-то колоночку. Может быть, консоль ещё. Но не хочу, облезет. Пульт можно положить. Давайте возьмём, ладно, здесь чёрную колонку. Оп. Хорошо. Можно тогда ещё одно растение? Ну хорошо. Я, ребят, я вас слышу. Я прям слышу, как вы пишете на шуль. Чё растений так мало? Ну вот, пожалуйста. Уже много растений. Цветы. Очень хорошо. Мне даже интересно, ребят. Серьёзно. Кто купит этот чёрный дом? Кто? Кто этот смельчак, который захочет купить чёрный-чёрный дом? Я бы... А я не знаю, купила бы я или нет. А как вы думаете, вообще, жить вот в таких вот домах? Реально? Там, где всё в одном цвете? Или же нет? Вот напишите в комментариях. Нет, я понимаю. Лично я бы не смогла. Не, даже не просите. Не-не-не-не. Мусорку давайте вот такую. Может, она там станет, в уголочке? Мусор! Да, ребят, мы знали с вами, зачем там нужно это место. Давайте Мишку купим. Он, конечно, негативный, но это же Мишка. Прыгай. Прыгай. Прыгай же, я же говорю. Ну ничего, залезешь на компьютер. Как залезешь, так и слезешь. Тыц, Мишка. Ты мой Мишка. Детские ножи. А зачем детям ножи? Ладно, маленькая чёрная коробочка. Будет и маленькая чёрная коробочка с секретом. Хорошо. Это есть... Часы... Вот эти возьмём. Так, где мы их повесим? Эх, вот здесь повесим, чтобы знать, когда домашку надо делать, когда можно отдыхать. Теперь нас интересует ещё декор и ещё какая-то картинка. Ещё картинки. Картина «Кот в ночном» что? Кот какой-то там, в каком-то ночном. Ну, ладно. Кот в ночном, так в ночном. Надеюсь, хоть не в горшке. Хорошо, это у нас есть с вами фотки, шмотки, картина «Лес в отражении воды». Ну, можно взять за 10. Ну, вот, смотрите, какие-то картинки. Может, у нас тут не сложившийся художник живёт. Я не знаю. Давай включим свет. А то мне страшно, когда здесь нет света. Ну, и, наверное, пока Светки тут нет, она отдыхает. Мы с вами добавим какую-то лампочку потолочную. Пришло время кухни. И это будет сейчас полноценное изнасилование мозга, как вы понимаете. Потому что кухня – это вечная проблема. Они вроде бы все классные, все стильные. Но когда ты начинаешь их расставлять, ты начинаешь их просто тихо ненавидеть. Вот я уже начинаю ненавидеть. Как вы думаете? Вот ты ста... Подожди, а что это вообще за кухня? Инди! Кухня по имени Инди. Ну, что, станешь тут? Блин, да ты станешь, но тут ещё место будет. Хотя здесь мы можем с вами поставить этого самого Инди. А может быть угловую какую-то попробуем? Вот начинается, вот начинается моя самая-самая большая проблема. Я начинаю сомневаться. Мне хочется поставить и то, и это. Ну, наверное, ещё вот это. Слушайте, а может быть... Не, здесь это не впишется. К сожалению, как и день рождения, кухня только раз в году. Нет, это нельзя. М-м-м-м-м-м-м-м. Давай такой попробуем, тёмно-серый-чёрный. Чёрный, чёрный. А я только хотела спросить столешницу. Столешницу тоже? Чёрный. Нифига себе чёрный гранит. Так, с чёрной. Слушайте, чёрная кухня стоит так дорого. Ну, смотрите. А кто это вообще такой? Ты тоже? А, это Хекс. Давайте запомним. Можно Хекса поставить. Но проблема в чём? Мы этого Хекса как тут будем? У нас есть шкафчик Улу, Улу. Современный под весной. Не хочу гулять с тобой. Так, у нас есть ещё вот такой Хекс. Мы, по-моему, его использовали уже. М-м-м, кстати. А может быть нам взять... Мне бы просто хотелось какую-нибудь столешницу с барной стойкой, но... Нет. У нас, правда, есть вот такой ещё чёрный. И чё тут? Кто-то что-то увидит, скажите мне? С духовкой. Куда мне его? Вот, например. Хотя, знаете, можно было бы его здесь поставить. Но оно не впишется. Не. Ребят, это надо тоже встроенным таким вот делать. Тогда давайте будем делать проще. Этот нам не подойдёт. Наверное, возьмём что-то из этого. Раковину, к сожалению, нам придётся как-то... Либо с раковиной. С раковиной. Хорошо, возьмём, наверное, с раковиной. Так, это у нас кто? Хекс. Хекс, Пекс, Шмекс. Возьмём давай Хекса. Ой, нет, подождите. Мы забыли с вами цвет выбрать. Чёрный. 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 А, латунь чёрный. И, собственно, что у нас тут? Чёрная древесина. Давайте чёрную древесину даже я взяла. Оно поинтереснее, мне кажется, смотрится. Так, давай вот куда тебе вписать. Вот так, по-моему, нет. Не хочет. Почему ты не хочешь? Ага, здесь тебе мешает. Можно ещё чуть-чуточку. Нет, всё. Так, поехали. Вот. Ну, в принципе, как-то так. Стрепни для внуков. Это то, что мне нужно. Вот чёрный. Давайте вот здесь, кстати. Надо поменьше, наверное. Мусорные вёдра. У нас, понимаете, чёрных мусорных... Класс. Я выбрала мусорные вёдра, оно мне не показалось. Эх, ладно. Это нам не подходит. Давай вот такое. Ну, здесь тогда нет. Тут оно не станет. Давай вот сюда. Вот, отлично. Здесь мы тогда с вами можем просто элементарно поставить большой стол. Нам тогда сейчас нужно что? Разместить, наверное, вот такую вот плиточку. Плитка, шмидка, разворачивайся. Давай вот тут сбоку, наверное. Оп. Вот здесь у нас типа плита. Конечно, места мало. Согласитесь, места маловато. Кстати, подождите. А у нас что ещё есть? Это, по-моему, хекс. Хекс, пекс, шмекс. Тут, по-моему, вот это тоже хекс. Можно как раз повесить здесь. Это не чёрный. Это тоже не чёрный. Чёрная древесина. Во. Нет, ребята, она не вписывается. Оно просто не вписалось немножко. Блин. Да вы что, издеваетесь? Ну зачем? За что? Почему? Почему ты не вписалась? Древесина ты дурацкая. А вот этот можно повесить? Ну, смотрите. Если мы всё делаем чёрным, то я думаю, что они не обратят внимание. То чёрный, это чёрный. Вот, смотрите. Мы можем, по крайней мере, оп. Вот здесь разместить кучу таких ящиков и всё, и не париться. Тыц. Вот. И вот здесь ещё один. Наверное, лучше его всё-таки вплотную, да? Согласитесь. Такс. А там будет небольшой пробел. Как раз перед холодильником. Отлично. Ну-ка. Эп. Эп. Вот. Ну, небольшая асимметрия. Это тоже красиво. Предлагаю перейти вот сюда. У нас здесь есть кухонная. И сейчас мы будем бабахать всё. Всё, что видим, то и бабахаем. Нам, значит, вот здесь. Вот так вот мы с вами вешаем. Далее нам нужна вот такая вот полочка тоже подойдёт. Чи-чи-чи-чем. Стекло чёрный. Вот, отлично. Чёрный. Чёрный-чёрный. Очень чёрный. Здесь можно, кстати, вот эту повесить. Оп. Вот. Отлично. Ну, цвет немножко разный. Мне это тоже бесит, если честно. Очень сильно бесит. Так, давай вот здесь мы поставим. У меня, кстати, вот точно так же у меня стоит моя, получается, мои вот эти. Я уже много раз рассказывала, что у меня есть такие же досочки. Точно такие же. Знаете, самое смешное, что я их купила ещё до того, как вышел Хаус Флиппер. Купила досочки для того, как они стали популярные. И они действительно очень удобные. Вот прям офигеть какие удобные. Слушай, а тебе... Блин, я надеялась, что тебе повесить можно. Слушай, а тебя... Вот давай мы вот тебя сюда. Да ладно, придётся тебе с этой стороны. А тебя мы берём и такие... Чик-чик-чик-чик. Опа. Правда, нифига не видно, но да ладно. Далее мне нужна электроника. Мы с вами всегда забываем, что у нас... Как бы надо поставить, например, хотя бы микроволновую печь. Она какая-то битая. Слушайте, мы что, бэушную какую-то взяли? Строим дорогущий дом. Ну, никто так, конечно, не ставит. Хотя у меня тоже почти так же стоит микроволновка, но это не очень правильно. Хорошо. Мы с вами добавили кофемашину. Ребята, обязательно. Я как человек, который жить не может без кофе, то... Вот. У меня и кофеварка почти так же стоит. Слушайте. Так я почти свою кухню сделала. Ну, не совсем, конечно, но по размещению предметов почти моя кухня. Так, вот, ребята, мы нашли чор. Какой канаричный. Смотри, вы канаричные. Так, ну и что? И где тебя поставить? Негде, да? А тут? Нет. Она под... Ну, ты большой для подоконника. Слушайте, а знаете, что я хочу сделать? А вы не знаете, что я хочу сделать. Я сама еще не знаю, что я хочу сделать. Ладно, шучу. Шкафчик подвесной разместим. Мне кажется, что здесь он будет очень в тему. Ну, типа, такой большой шкаф с всякими тут, можно, штуками. Там, не знаю, хранить какие-то вещи. А может быть, просто... Блин, он небольшой. Я думала, он побольше будет. Например, там, посуду или еще что-нибудь. Это что такое? Нет, это нам не подойдет. Давай сюда. Не все, видите, такие не очень маленький шкафчик. Большой. Это называется большой. Черная древесина есть. Отлично. Можем, правда, до пола его опустить. А можем, кстати, возможно, мне получится у меня даже два таких. Но не факт. Блин, давайте проверим. Вот было бы круто. Да? Да ладно? Смотрите, у нас здесь такие вот шкафчики получились. Но я бы, наверное, все-таки хотела переместить вот сюда ближе. Такс. Опа. Вот. Не знаю, что здесь будет, но здесь можно что-то полезное, действительно, согласитесь, хранить. Такс. Закрываем. А здесь можно было бы, например, бросить какие-нибудь аксессуары. Ну вот, например, контейнер. Не знаю, зачем им здесь контейнер, но для чего-то точно он понадобится. Сто процентов, говорю вам. Ножики. Мы забыли ножики. У меня и ножи почти такие же. Слушайте, они, по-моему, точно вдохновлялись нашими с вами кухнями. Сто процентов. Книжки нет. Я не буду какие-то там книжки размещать. Пусть сами себе покупают, потому что вдруг какую-то не ту книжку добавлю. Серая книга. Голубая книга. Здравствуйте, дорогие ребята. Вы купили у меня дом. Вот вам голубая книга. Ну, в общем, там какие-то контейнеры. А здесь нам с вами нужно будет поставить какой-нибудь стол. Стол. Мне нужен большой и черный стол. Стол. Темный. Как вы думаете, это стол для чего? Черный. Черный. Слушайте, так это для еды стол. Ну, в смысле, для... Я мастер объяснять. Это для... Ну, для гостей. Блин, а где же нам поставить-то? Давайте мы его тогда как-то здесь, может... Хотя нет, он мне не очень нравится. Ну, потеряем немножко на этом столике. Надо, наверное, все-таки какой-то чисто простой обеденный. Вот, обеденный. Черный. Черный. Вот, смотри. Слушайте, а стильный стол-то. Ля, какой стол? Вот здесь мы его поставим, потому что здесь у меня будет все-таки наконец-то поставлен... Как он там называется? Стол и стулья. У нас там будет стоять с вами... Есть черный? Ну-ка. Какой холодильник? Почему я всегда забываю самые важные слова? Слушай, это офисный? Нет, это не офисный. Короче, телевизор. Телевизор. Якуб. Мы сейчас Якуб какой-то размещаем. У нас эти стульчики называются Якуб. Такс, ну... Мы с вами гостей не очень... Хотя, ладно, придется любить гостей. Давай, может быть, как-то вот типа... Типа так, он небрежно отодвинут. Все. Отлично. Ну, кухонька небольшая. Ну, а в целом, как вы видите, в принципе, все у нас здесь поместилось. Мебель мне не нужна. Стены... Так, подождите. Двери и окна. Жалюзи. Мне нужны черные. Опять, слушайте, у меня черный цвет здесь начинает пугать. Как-то вот совсем... У нас слишком много черного на квадратный сантиметр. Такс, все. Вот. Я боюсь, что сюда люди... Прикиньте, если бы мы потом еще занимались... Ну, лично прода... Кстати, это было бы очень классно. Вот мы сейчас с вами сделали вот этот вот дом. И затем должны были вместе с покупателями ходить и, например, вот им рассказывать. Вот, здравствуйте. Вот этот дом, он был такой вот весь разрушенный. Тут тараканы жили. Давайте я вам покажу, где были таракашки. Давайте я вам покажу, где было гнездо таракашков. В общем, на этом доме был сделан такой-такой ремонт. И мы бы с ними, допустим, это все обсуждали. И они бы, типа, ну, там, отмекивались. Типа, нет, нам не нравится. А мы бы их убеждали. Вот это было бы классно. Ну, и пытались бы себе набить цену. Ох, как тут темно. Давайте хоть как-то разбавим декором каким-нибудь. Ну, будет хорошо. Вот такая зеленая. Никто не обидится на зеленый цвет? Ну, неплохо. По растению, ляка. Мне нравится, как они говорят вроде бы какие-то хорошие вещи, но у них падает настроение. Цветы очень хорошо. Ну, в принципе, вот так вот. Значит, здесь у нас должен стоять телевейзер. Телевейзер мы поставим с вами на какой-нибудь шкафчик. Шкафчик. Шкафчик, стеллаж. Нет, я думаю, что он не скова... Вот, шоколадный бук. Палевый бук. Тик, бук-тик, тики-бук. Бук-тик. Серый. Вишня. Тик. Белый, серый. Ну, не хочу серый. Все-таки я хотела придерживаться более черной линии. Нет, нет, нет. Может быть, вот этот все-таки взять? Венги. Не нравится мне этот Венги. И я, судя по всему, Венги не нравлюсь. Во! Опять Венги. Вы что, издеваетесь? Один Венги. Там Венги. Тут Венги. Ребят, я боюсь, что у нас не будет выбора. Придется взять вот эту. Давайте хотя бы по размеру проверим. Шоколадный бук. Ммм. 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 Нифига себе, какая здоровая. Да этот самый, дурилка. Не, придется тогда взять, ну, вот этот мелкий. Где-то мелкий шкафчик. Венги который. Может, вот этот действительно? Не, я боюсь, что на него не станет, наверное, телевизор. Хотя... А давайте проверим. Ну, не станет, значит, что-то потеряем. Электроника. Телевизор. Даша супер-пупер-классно читает. Станет. Ну что, вы меня можете поздравить. Я нашла пуфик. Оказывается, он находился не в разделе с креслами, а он находился в разделе со стульями. Представляете, так кажется, стул. Ну да ладно. Вот такая у меня получилась прихожая. Значит, к сожалению, вот эта вот стойка здесь, она просто не вписывалась. Она не встановилась, поэтому мне пришлось здесь поставить шкафчик для обуви. Здесь у нас можно сесть, попу пристроить. Ну, а тут просто такая вот темная лампа. Я предлагаю, наверное, еще какую-то картинку повесить. Я не знаю, почему мне так нравятся вот эти картины. Точнее, как они... Я к ним абсолютно равнодушна, но... Вот эти пустые стены именно вот в хаус-флиппере, ну, они меня как-то давят. У нас осталась последняя комната. Эм... Эм... Можно мне свет, пожалуйста, включить? Лампы. П-п-потолочные. Я вот думаю, какие нам взять? Вот такую же вот эту... Там, где мошки собираются? Черный. Ну, это не черный. Можно, конечно, было бы куб, но он нифига не черный. Это тоже не черное. Слушайте, а что же нам взять-то? Ммм... Черная сталь. Ну, сталь. Придется такую вот ставить сталь. Эм... Ммм... Ладно. Давай включим свет. Ну, как-то светлее стало. Я предлагаю, как нам разместить. Давайте возьмем, во-первых, для начала какую-то кровать, а то мы с вами уже размещать собрались. А детская нам... Ух ты! Посмотрите на цену! Подушки синие. Блин, а тут нет черного. Тут нет черного. Кровать прикольная. А черного нет. А, вы сказали, а нафиг вам черный. Будете без черного. Постельное белье синее. У них прям какая-то любовь к синему, поэтому я думаю, мы как-нибудь, если будем дальше экспериментировать с цветами, попробуем синее все сделать. Ну, синий, видимо, нравится хаос-флиперу. Эээ... Ну, почему так? Почему так оно все размещается? У нас с цветами тут беда. Беленький. Беленький, опять темно-синий. Слушайте, боюсь, что нам придется сейчас все с темно-синим делать. Као. Као темное. Подожди, а есть черный? Вот. Ну... Ладно. Ладно. Хорошо, вы меня уболтали. Предлагаю ее вот здесь, наверное, поставить, потому что туточки... У меня будет, наверное, стоять как раз напротив туалетный столик. Но проблема в чем? Я не помню, есть ли у нас туалетные столики черные. Есть? Обрадуйте меня. Темно-коричневый-коричневый. Есть! Слушайте, ну это какой-то действительно прям дом какого-то, ну не Франкенштейна, конечно, но что-то типа такого. Ээ... Ну... Ээ... Ну неплохо, ладно. Вот, кстати, по поводу стульчиков, тут столько стульев, оказывается, есть. Вот, во-первых, вот эти вот... Ну, есть еще и барные стулья. Я еще-то думала, что оно где-то отдельно должно быть. Ну, как в Sims 4. Все же отдельно. Давай здесь... Ну, я предлагаю... Ладно, мы сделаем подарок, хоть какое-то разбавление цвета. Здесь нам, кстати, тоже не хватает шторок. Шторки. Но для начала я бы хотела... Подожди. Может, оно у меня тут сохранилось? Блин, не сохранилось. Я бы хотела поставить диван-стол. Где-то я тут классные столики нашла. Во, вот эти. Они просто прекрасно, мне кажется, темный орех, черная древесина. Они у нас как такие вот маленькие тумбочки. Ну, согласитесь. А где... А, во. Вот, я думаю, что там у нас это самое... Да ты что, застрял? Не надо застревать. Вот, смотрите-ка. По-моему, уже смотрится прикольно. Здесь мы еще с вами добавляем две лампочки. Лампочки, лампочки. Это не цветочки. Темно-серые, темно-синие. Ну, ладно, темно-серые так... Темно-серые. Гот. Я вам говорю, у нас просто семья готов какая-то получается. Нет, в этом есть какой-то свой шарм, наверное. Я тут ничего вам не скажу. Мне, в принципе, нравится. Мне уже начинает нравиться. Думала, что не понравится. Ой. Мне очень нравятся вот эти картины, которые вешаются наоборот. Ну, смотрите. Неплохие картинки, как нам сказали вот будущие владельцы этого дома. Так, нам надо что? Нам с вами нужна еще мебель. Здесь нужно шкаф. Мне бы все-таки какой-то черный. А, угловая тумба... В смысле, это угловая тумба? А, вот такая угловая тумба. Прикольно. Будем знать, что у нас такие тумбы есть. Опять Венге. Венге. Ну, в принципе, этот Венге смотрится. Я знаю, что Венге. Ну, он смотрится неплохо, но... Он, понимаете, когда вот выбивается немножко цвета, но оно так вот прям, прям вот как-то так уж коробит немножко. Ну, это лично меня. Шкаф. Ты какой шкаф? Опять Венге. Чувствую, нам с вами с этим Венге никуда, никуда, никак не разойтись, не разбежаться. Не, буфет, я думаю, в спальне будет смотреться очень странно. Но это нам все не надо. Ну, это маленькие шкафчики. Ладно, фиг с вами. Хотите Венге, пусть будет... Бразильский орех нет. Опять Венге. Ну, вот, в принципе, неплохо. Какой-то размер. Какой-то размер. Вот так вот ты впишешься, а что ты не вписываешься? Вписуйся! Вписуйся, невписуемый! О, блин, чуть-чуть отошли, ну да ладно. Смотрите, вписался, послушался и вписался. Значит, что я еще добавлю? Обязательно зеркало. Ну, когда глава семьи выходит и не смотрит в зеркало, ну, это будет как-то испорченный день. Поэтому вот я вам дарю зеркало. Вот вам зеркальце. Красивое, симпатичное. Пользуйтесь на здоровье, кушайте с маслом, не обляпайтесь. Эм, пэм-пэм-пэра-пэм-пэ-пэру. Так, тут поставим цветочек. Тут симпатичный цветочек. Сразу лучше, когда в доме стоят растения. Хорошо. Мне нужны теперь двери и окна с жалюзи. Да не надо мне эти ваши яркие, светлые, темные. Вот это мне надо. Черные ночи. Блин, они тут понаставляли этих огромных окон. Ну, давай, давай вставляйте. И теперь у нас беда. Одно меня радует, что, кстати, при покупке нам теперь не надо мыть эти окна. А то это был какой-то геморрой сплошной. Все время моем, моем, моем. Ну, смотрите, такая вот темная, темная, получается, спальня. Такс. Кстати, то место, где живет сейчас, ну, как бы, спальня нашего подростка, там почему-то мне вообще написало, что это кладовая. Это почему-то кладовая. Я не знаю, как игра ее определила как кладовую, но оно подписано как кладовая. Слушайте, а если мы здесь печь для сауны разместим? Они будут сильно гореть? Ох, нифига себе, у нас тут картинище. Не, это слишком большая картина. Когда мне надо маленькую картинку, заметьте, а нифиг вам... Ну вот, тут картинка, там картинка. Неплохие картинки. Видите, меня похвалили. Мне сказали, что картинки неплохие. Я с ними согласна. Давай вот такую еще возьмем, зелененькую. Зелепненькую. Ну, тут зелепненькая. А вот здесь я бы хотела какой-то маленький симпатичный диван. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-диван. Блин, смотрю на слово диван и не могу его увидеть. Я так понимаю, что это нормально. Черным... Я просто боюсь, что он... Нет, 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 он не впишется сюда. Что же делать нам с тобою? Это большеватый, мы уже использовали его. Вот этот, что ли? Слушайте, ну... Блин, желтый приколь. Кстати, желтый с черным. Может быть, кстати... Ребят, вот у меня сейчас генератор идей работает. Может быть, нам с вами сделать двухцветный все-таки дом. То есть, допустим, белый с желтым, белый с красным, черный с желтым. Ну, то есть, как-то взять какой-нибудь один такой вот цвет, второй цвет, их сочетать и вот сделать весь дом такой. Потому что, как видите, тут, ну, ограниченный выбор цветов. Ограниченный. Сосна черный. Все черное. Вот, смотрите, такой вот уютный пуфик, который мне нафиг не нравится. Аж ты моя ж красавица, ты мне вообще не нравится. Это шоколад? Спасибо. Голубой шоколад. Нет, нам голубой шоколад не нужен. Может быть, ты станешь голубой-черный. Ну, в принципе, можно вот такой. Смотрите. Оп, 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 оп. Нет, давайте вот здесь мы его поставим. Вот тут, а. Тут очки. А там мы с вами разместим другое декор. А, вот такую вот. Че сенсверия, да? А, вот тут будет сенсверия. Немножко, конечно, офисный вариант. Ну, никто же не обидится, согласитесь. И мы с вами не обидимся, это главное. Картина наброски с лошадьми. Ну, давай. Спасибо. Это маленькая картинка. Пу-пу-пу-ру, пу-пу-пу. Что бы вам такое выбрать? Давайте вот такое вот утро. Оно мне всегда нравилось. У нас, конечно, блин, картин здесь, как я не знаю у кого. У нас есть еще аксессуары. Часы. Давай часы тебе тоже черные. Оп. У нас здесь черные-черные часы. Здесь, конечно, все очень темное. Я бы еще хотела, знаете, что добавить? Лампы. Стоящую лампу. Пу-пу-пу. А это мне не нравится. Сбимая, красавица. Черные. Ну, абажур. Либо оранжевый, либо белый. Класс. Я очень люблю выбор. В хаус флиппере. Ты можешь быть... Нет, ты не можешь быть для меня черным. Плохо. А я какой-то сделала черным. Давайте, может быть, вот этот возьмем. Ну, мне он, конечно, не очень. Тут тоже абажуры вообще какие-то в цветочек. Слушайте, давайте такой. Ну, может быть, они привезли его откуда-то. Решили нарушить традицию. Не все черное размещать. Ну и, конечно же, нам нужен ковер. К сожалению, все ковры здесь одинаковые. То есть, тут нет черного цвета, поэтому у нас три одинаковых ковра. Не удивляйтесь, ребят, не удивляйтесь. Ну что, в принципе, что может делать с атмосферой в доме, я не знаю. Смотрите-ка. Давайте проверять, что у нас вообще работает, что у нас не работает. Я вообще тут какие-то вешала. А, ну да. Я здесь ни одного фонарика не повешала. Не повешала, не повесила. И думаю, а что там так темно? А что такое? Нет, бра у нас такие... Мы, кстати, вот эти использовали. Или, может быть, двойное бра для ва... Во! Во! Они знают, что мне нужно черный. Черный, черный. Есть. И что? И как? Алло? Вот. Слушайте, мне эта ванная комната так нравится. Кстати, мы тут совсем с вами забыли разместить кое-что полезное. Это полезное называется шторы. Нет, темно-серый, черный. Вот здесь мы с вами забыли. А то они пойдут мыться там, не знаю, чем-то еще, каким-то делишками заниматься в ванной. А тут как бы и закрыть нечего. А потом мне скажут, я у вас купил дом, что это такое? У нас на дворе ночь, но это нам не помешает устроить здесь экскурсию. Ну что, пойдем посмотрим, что у меня получилось. Итак, мы с вами заходим, попадаем в темную-темную прихожую. Вообще смотрится неплохо, но она темновата. Заходим сюда и попадаем в ванную. Вот ванная мне прямо очень нравится. Мы, кстати, знаете, что можем сделать? Мы можем им сделать приятный такой-то очень приятный подарок. Я могу вот здесь где-нибудь крем поставить. Слушай, а что не хочешь? А ну давай сюда. Вот, смотри-ка, мы здесь тебе крем подарим, поставим. И мы можем им подарить что? Одну зубную щетку. Остальные пусть сами покупают. Я им больше не куплю зубные щетки. По-моему, тут что-то еще. Свечки, мыло, мыло-шмыло, шампунь. Хорошо. Пусть у вас еще будет шампунь. Я не знаю, на что это влияет. Мне кажется, это чисто декоранс. Давай еще бальзам вот покупаем. Вот здесь у тебя будет бальзам. И, наверное, нам с вами нужно прикупить фен. Пусть будет еще и фен. Ну, это я прям, знаете, это я расщедрилась темно-серый. По-моему, это темно-синий такой вот, сизый. Ну да ладно. Фен. Ну, хорошо. Последнее, что я прикуплю, это вот просто черное полотенце. Вот здесь. Ну, слушайте, ну, ванная мне прям очень нравится. Немножко тут проходит дверь, но... Ну да ладно. Значит, идем дальше. Здесь у нас спальня. И спальня, кстати, достаточно уютная. Хоть она и черно-серая, и у нас тут тоже немножко дверь проходит. Но в целом мне, в принципе, нравится. Достаточно просторная. Есть светильники, зеркало, туалетный столик. Ну, в общем, все окей. Идем дальше. Телевизор, ты только что сам включился? Не пугай меня так, пожалуйста. Значит, мы проходим, попадаем на кухню. Здесь у нас холодильник вписанный. Вставленный. Ну, в общем, короче, встроенный. Вписанный, вставленный, встроенный. Здесь можно было бы, конечно, дополнить вот так вот этим самым... Короче, полустеночком. Но я решила, что здесь они могут хранить, например, закрутки. Здесь, в общем, вот такая вот кухонька. Здесь мы можем... А, включить мы тебя не можем? Жалко. Здесь у них столик со стульчиками. Тут столик со свечками. Блин, нельзя зажечь их? Блин, я же не Геральт. Я не могу зажечь их просто так. Жалко. Тутточки у нас... Что это у нас? Кладовая. Нам написали, что это кладовая. Кстати, мне вот эти светильники прямо очень нравятся. Прямо очень классные. Здесь у нас венги. Тут у нас венги. Тут они какие-то свои книги могут поставить. А это подростковая комната. Ну, может, детская просто будет. Я не знаю. Здесь... Это что такое? Это какие-то как вирусы, бактерии. Значит, здесь зона сна. Здесь переодеваемся. Вот наш пуфик. Тут у нас телевизор. Тоже сидите, смотрите. Включить, к сожалению, колонку я не могу. Ну, а здесь даже есть вентилятор. Я решила поставить вентилятор. Вдруг будет жарко. Ну, на кондиционер денег у них не хватило. Ну, и тут у нас, собственно, вот такой вот небольшой компьютер стоит. Нельзя тебя включить? Не, нельзя. Ну что, ребят, вы уже написали в комментариях, сколько будет стоить этот дом? Я, правда, не знаю, сколько он будет стоить, но мы сейчас с вами узнаем. Поехали! Выставить на аукцион. Даже интересно, сколько же мы с вами зарабатываем? Цена дома 61 тысяча. Купленная мебель 12 тысяч. Кстати, так неплохо. Можно было бы, кстати, попробовать построить самый дорогой дом в Хаус Флиппере и посмотреть. 28 тысяч, ну, неплохо. 100 тысяч, ребят. Нам ровно в 100 тысяч оценили дом. Потратились, да, но в целом неплохо. Я вам хочу сказать, что в целом очень даже неплохо, поэтому я предлагаю принять. Вероника купила. Я хотела бы одну спальню, а не две. Ах, вот ей что не нравится. Мебель в классическом. Ты знаешь, что я ее не переношу? Конечно, знаю, Вероника. Вероника, я прекрасно знаю, что ты не переносишь эту мебель. Но в любом случае, друзья мои, мы с вами сегодня продали еще один домик. И мы с вами просто красавчики. Значит, в следующей серии, либо мы построим двухцветный дом. Ой, надо фонарик вырубить. Либо же мы попробуем, кстати, я бы вообще свой дом бы перестроила. Мне вот иногда в голову приходит такая вот идейка. Либо же мы с вами, либо же мы с вами построим самый дорогой дом. Интересно, за сколько мы его сможем продать. Надеюсь, друзья мои, вам понравилось. Скоро увидимся в Хаус Флиппере. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!